В областном центре задержали подозреваемого, который напал на пенсионера. По данным оперативников, около 9 вечера неизвестный с ножом напал на 76-летнего водителя автомобиля Мазда Фамилия. Сел за руль машины и скрылся. На поиски подозреваемого полицейским понадобилось меньше часа. 20-летний задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как молодой человек объяснил оперативникам, он поругался с родителями, психанул, схватил нож, чтобы успокоиться и вышел на улицу. После решил остановить машину, чтобы доехать в район Синюшиной горы. За проезд планировал расплатиться своим телефоном. Мы доехали, покатались там по дворам. Пока ехали, у меня двумя эта мысль такая посетилась. Управить машину просто покататься. Во дворах. После остановки досталось нож из кармана, из шорта. Извинился, сказал, что мне нужна машина. Попросил выложить телефон на сиденье и выйти из машины. Сказал, что машину он проще найдет на Смоливском кладбище. Пока только разыскивают и надеются на помощь горожан. В Иркутске полиция продолжает поиски аферистки. Обманным путем она похитила деньги в офисе быстрых займов, а также в секонд-хенде. Одно из преступлений она совершила в магазине, расположенном на улице Тимирязева. Продавцам женщина рассказала, что является их давним деловым партнером. Затем инсценировала разговор с владелицей торговой точки, которая якобы дала указание оплатить ей денежные средства за поставку товара. В итоге продавец отдала злоумышленнице 15 тысяч рублей. Аналогичное преступление было совершено днем ранее в офисе экспресс-кредитов на улице Маяковского. Добычей мошенницы стали 85 тысяч рублей. Женщину зафиксировала камера видеонаблюдения. Восемь месяцев колонии-поселения за отказ платить алименты 34-летняя жительница Устилимска задолжала свыше 330 тысяч рублей своему несовершеннолетнему сыну. Женщина вела разгульный образ жизни, нигде не работала и дважды привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Мировой судья пришел к выводу, что исправление матери возможно только путем месяцев. Владельцев резиновых квартир разоблачает полицейский Иркутск. Один из фактов полицейский установили накануне на улице Левой берега. И по их версии, 40-летний иркутянин нелегально зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев, которые фактически не проживали по данному адресу. За оказание услуги мужчина просил оплату в размере 1 тысячи рублей. Еще два подобных случая были выявлены на улице Севастопольская и Красина, где местные жители незаконно поставили на учет 12 уроженцев ближнего зарубежья. В целом, за пять месяцев в Иркутске сотрудники полиции направили в судебные органы 32 уголовных дела по фактам предоставления фиктивной прописки иностранным гражданам. Жительница Улан-Удэ забагрикадировалась в своем арестованном авто. Предпринимательница задолжала 170 тысяч рублей и не желала отдавать свой Mercedes-Benz судебным приставам. Чтобы владелица авто не уехала с места проведения оперативно-профилактического мероприятия, они были вынуждены заблокировать внедорожник с двух сторон и вызвать автоэвакуатор. Однако транспортировать машину не удалось, так как ее хозяйка забаррикадировалась в салоне. Около часу ночи в принудительном порядке женщине пришлось передать ключи от арестованного автомобиля сотрудникам ГИБДД. Еще одна информация о завершении выпуска. В Иркутске задержан водитель квадроцикла, который стал виновником ДТП, произошедшего на четвертом километре дороги на Мельничную Пать. Подробности в наших следующих выпусках. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Увидимся в 15 часов.